Жители улицы Херсонской уже долгое время являются заложниками со стороны наркоторговцев и самих потребителей наркотических веществ, которые помимо загрязнения окружающей территории, шприцами и другими отходами пагубной привычки, беспрестанно воруют металлоконструкции из частных домовладений. Позвонила супруга, что тянут бочку. Я ей сказал по телефону, выйди крикни на них. Она вышла, крикнула, они начали только отругиваться и дальше ее тащить. Ну мы приехали, они говорят, что вы делаете, нам труба надо, нам это. Перед этим была еще одна большая бочка. Я говорю, возвращайте бочку, они отказались. Мы вызвали милицию. Наркоманы все время стоят на углу школы, ждут, когда им вынесут. Там дети ходят. Дочка боится проходить со школы, когда домой идет. Позвонила сестра, мы приехали. В зало со двора выносят металл. Разворотили забор, выносят металл. Вот эти две бочки. Одну бочку вынесли, вторую мы успели, отвоевали бочку. Мы позвонили в милицию, не стали сразу делать самосуд, хотя могли. У соседей поворовали, дабы наркоманы покоя не дают. Забор разобрали полностью еще осенью. Просила восстановить, никто этого не делает. Бардак полный, у них свободный проход. У меня сняли колонку, у ребят. На месте происшествия журналистам редакции еженедельника «Город Никополь» удалось услышать множество жалоб и горестный рассказ о тех условиях, в которых вынуждены находиться все, кто вопреки своей воле оказались соседями наркопритона. Прибыв по указанному адресу, сотрудники милиции начали проведение необходимых мероприятий для стабилизации обстановки и искоренению преступности в церкви. Остается надеяться. Я не могу. А вот еще остальное делать, которое было за забором. Вот эту бочку я хотел поставить сюда. Еще одна бочка. Еще одна бочка не делается. Я не трогал никакой бочки. Вот. Две пучки, две пучки. С кем-то это делается. Я все. Две пучки.